6 мая Мурманск отметит 30 лет с момента присвоения звания город-герой. В то время высший знак отличия, который могли получить населенные пункты за участие в Великой Отечественной войне. Тогда же северяне получили орден Ленина и медаль «Золотая звезда». Правда, увидели они эти награды лишь спустя два года. Почему? Исторический экскурс в материале наших корреспондентов. Поэтому новая дата называется юбилеем, и мы к ней готовимся особенно, как и к семье. 30 лет с момента присвоения Мурманску звание город-герой. Этой дате посвящены тематические классные часы, которые проходят в эти дни во многих школах Заполярья. В прогимназии номер 24 пошли дальше и устроили для своих подопечных специальную электронную викторину. Я очень рад, что нашему городу вручили «Золотую звезду» и орден Ленина. Теперь школьники, рожденные в начале 2000-х, даже знают имя вождя мирового пролетариата. Орден Ленина, высшая награда СССР, был присужден Мурманску в 1985 году, когда страна отмечала 40-летие победы в Великой Отечественной войне. Все-таки интересно узнавать что-то новое о том месте, где ты живешь, где ты вырос, где ты родился. Понятно, что о наградах своего города они знают мало. Скажем честно, и взрослые люди знают мало о наградах родного города, дети тем более. Ну вот повод появился узнать что-то новое. Кто такой Ленина не знает, что это серьезные награды тоже знают. Гордятся тем, что город у нас город-герой. Очень важно для нашего города, потому что не все города получили звание город-герой. Звание город-героев достоились только 12 городов Советского Союза и Брестская крепость. Последними его получили Смоленск и Мурманск. Причем оба в один день, 6 мая 1985 года. Венок к памятнику защитникам советского Заполярья возлагает генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев, прибывший на Кольскую землю, чтобы познакомиться с жизнью северян и вручить Мурманску орден Ленина и золотую звезду города-героя. Однако визит генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева в Мурманск состоялся лишь в октябре 1987 года. Он с супругой, стараясь быть ближе к народу, посетил несколько строящихся микрорайонов, а затем уже в торжественной обстановке вручил городу заслуженную награду. Получается, что большинство мурманчан увидели орден Ленина и медаль «Золотая звезда» только спустя два года после присвоения столицы Заполярья почетного звания. Справедливости ради стоит отметить, что и сейчас мало кто может увидеть те самые заветные регалии. В идеальном состоянии они хранятся в спецфонде городской администрации и извлекаются из сейфа только в торжественных случаях. Ближайший повод это 9 мая, когда на традиционный парад их прикрепят к красному стягу, символизирующему 70 лет с момента победы в Великой Отечественной войне. Виталий Шувалов, Александр Борисов, Сергей Романец, телекомпания «Ахарктик ТВ». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...